Приветствую вас. Я прочитал ваш текст. Давайте мы с вами попробуем его разобрать. Я буду читать ваш текст и, соответственно, буду давать какие-то свои комментарии. И постараюсь на основе этих комментариев как-то сформировать какие-то определенные рекомендации. Что касается ответов своих коллег, то я их прочитал, правда, не все и не полностью. Ну, соответственно, постараюсь не постараться, чтобы и вам было как-то интересно, да, и чтобы не переливать одно и то же. Итак, значит, у меня есть проблемы в отношении к моей второй половинке, непонимание, ссоры и обиды. Здесь мне хочется сразу сказать, что у меня есть проблемы в отношениях с моей второй половинкой. Вторая половинка это кто? Жена, девушка. Кто? Если девушка, то вторая половинка это одно. Если жена, то как бы проблемы немного другие. Но в любом случае, если у вас с ней проблемы, то это не проблемы в ней. Точнее, у нее могут быть свои проблемы. Это проблема вас. И в первую очередь, эта проблема, именно в первую очередь, это проблема мужского поведения. То есть, какой мужчина вы, какая женщина она, какой мужчина может сделать эту женщину женщиной, какой ей нужен мужчина, вот, как бы, ну, исходя хотя бы из ваших наблюдений, да. Можете ли вы быть для нее тем мужчиной, который сделает ее счастливой, который может дать ей почувствовать себя женщиной? И является ли она такой женщиной, которую вы видите рядом с собой? То есть, такая женщина, которая вас делает мужчиной. И понятно, что для ответов на эти вопросы, ну, нужно сперва понять, какой же вы мужчина вообще, говоря. И вот здесь, помятуя о том, что мужское самолюбие, оно очень, ну, такое, да, оно, как бы, довольно ранимое. Многие мужчины работают над мужским поведением своим, отказываются. Это они считают, они считают примерно так, как вот я, да, мужчина, да что, я самый лучший, там, самый крутой. Это так. Но, если у вас проблема, значит, вы либо являетесь не тем мужчиной, какого от вас требует девушка или ситуация, либо своего, либо вашего мужчины, который, как вы думаете, есть, да, вот, ну, как бы, та мужская позиция, которая является вашей, приводит не к совсем правильным результатам. То есть, например, если вы, мужчина, допустим, авторитарный, да, то, как бы, немного глупо надеяться на то, что с вами будет девушка, например, равноправная, да, которая будет равноправной. Ну, примерно так, так это работает. Значит, дальше. Непонимание. Но, опять же, давайте будем говорить о вас, а не о ней. Вы ее не понимаете. А себя вы понимаете. Вы ссоритесь. Хорошо. Ответственность за ссор в ссорах. Кто несет? Вы оба. Но, можно сколько угодно требовать от девушки, например, чтобы она ответственность несла за ссору. А можно самому понять, за что же я, собственно, несу ответственность, как с моей стороны так получилось, что ссора вышла. Ведь на самом деле, если вы поменяете свое поведение в ссорах, если вы будете просто вести себя иначе, ну, просто вот для эксперимента хотя бы, то ссора не будет. Понимаете? Обида. Обида – это ожидание. То есть то, чего вы хотите от девушки. И как потом дальше выяснится, что у обид есть свои обоснования, свои предпосылки, которые, к сожалению, очень сильно влияют на вас. Но в джаз можно уже говорить о том, что вы ждете от девушки определенного поведения, не принимая ее такой, какая она есть. и, исходя из этого, обижаетесь. О какой любви здесь может идти речь, если вы на нее обижаетесь, ну, не очень понятно. То есть одно дело, если она, вот, допустим, сказала вам, что я буду такой, и она такой не стала, или начала вести себя по-другому, да, вам может быть это неприятно, потому что она как бы сказала, она как бы обещала, и этого не произошло. Вам может быть обидно. Но с другой стороны, если вы ее любите, вы всегда узнаете, а почему? Почему так? Почему так происходит? Из-за чего так? Да? Вот. То есть, как бы, обиде, это вот, значит, то, чего вы хотите от человека. И поскольку этого хотите вы, то ваше желание нуждается в анализе. То есть, чего вы хотите конкретно? Что вам нужно? Для чего вам нужно? И как вы можете это реализовать не через девушку? Чтобы обидеть не было. Чтобы обидеть не было, нужно, а, чтобы это вас не задевалось, что угодно, б, чтобы вы не ожидали того, чего она не может быть. Допустим, если она ревнует, то нельзя ожидать, что она не на вас перестанет. Потому что ревность это у человека, ну, как бы, сознание в голове, да? Вот. Может быть, вы там пишите, что она вас проверяет, и так далее. Далее. Мне 29 лет. До 18 лет жил с мамой, отца не видел с трех лет, его совсем не помню. Так, ну, модели мужского поведения у вас нет. Обычно в таких случаях я рекомендую озаботиться тем, чтобы вот образ мужчины для себя сформулировать. Какой, каким должен быть мужчина, по вашему мнению, кто это, какая фигура, на кого вы ориентируетесь, чьи качества вы считаете самыми мужественными, что вы считаете мужественным, как вы считаете должен вести себя мужчина, какая у него должна быть женщина, исходя из этого. Это первое. Второе. Ваши представления о женщине складывались на основании отношений с мамой. И поскольку мама хочет внимания вашим, вот вы там дальше пишите, что она хочет вас с девочкой рассорить и так далее, да, вот, значит, раз нам хочет внимания, скорее всего, она вас, ну, как-то подавляла, как-то вами командовала, как-то вами руководила, ну, скорее всего, всего. Такая она довольно властная, властная женщина. Ну, и нет ничего удивительного, что и девушка ваша обладает определенными чертами, вот. Она не обязательно такая сама по себе. Просто вы, ваша модель, стимулирует ее быть такой. Например, если женщина не чувствует, что она защищена, ну, вот, с мужчиной, то она будет у него давить, чтобы получить то же самое. Поэтому не факт, что она такая ревнивая. То есть, да, ее, как вы говорите, так, девочки изменяли, да, в предыдущих отношениях. Да, там, конечно, есть определенная драматичность, безусловно. Но все равно как бы отчасти на 50% в этом сыграли роль и вы. Ваше поведение и то, как ваша мама вам представляет, какая она женщина, какую модель женскую вы представляли. Вот представьте себе, что первая женщина в жизни человека это мать. И вот какая она, это накладывает отпечаток на все отношения с другими женщинами. Да. Далее, в 16 лет были одни длительные отношения, около 5 лет. А разошлись из-за того, что отношения не развивались. Знаете, все было интересно. Вот развитие зачем? Развитие куда? Развитие вы увлекаетесь такой культурой, как рэп, то из последних громких событий там была высказана такая мысль, пусть вас не удивляет, что я ее вспомнил, но экзистенциальный вопрос на самом деле здесь довольно важен. Расвитие куда? Расвитие зачем? Вы встречались 5 лет, чего хотела девочка, чего хотели вы? Как бы. Может быть отношения не развивались потому, что вы повзрослели за 5 лет и вы остались именно поэтому, потому что повзрослев вы поняли, что вы друг другу не подходите, а не потому, что отношения не развивались, что это за причина такая? Понимаете, это не причина, это следствие. Отношения не развивались потому, что что-то не давало им развиваться. А что такое развитие отношений тогда для вас? Зачем оно вам это в 25 лет? Понимаете? Какая штука? Вот. Опять же, непонятно, что было с вашими чувствами, то есть, любили ли вы эту девочку, не любили ли вы ее? Нет, вы можете сказать, что я с ней был 5 лет и я ее, конечно, любил. Да, вы любили, но вы расстали. И как бы вот причина очень важна. Из-за чего расстались? Почему расстались? Не была ли здесь мама замешанная, которая сейчас расстается с вашей настоящей девушкой развести? Понимаете? Кстати, то, что вы назвали ее своей второй половинкой мне представляется некая романтизация отношений. То есть, слишком, возможно, завышенное ожидание, опять же, вторая половинка, да, то есть, как бы, ну, знаете, я не верю в вторую половинку. Я верю в то, что, какой человек мужчина, так быстрее будет человек и женщина. вот, вторых половинок их нет на самом деле. Дальше. После этого, так, отношений больше не было, почему? Значит, чем было, после этого отношений больше не было, чем было максимум три месяца с большими перерывами между ними. короче, вы хотите сказать, что отношений у вас больше не было, были такие вот не больше трех месяцев отношения, да? Тут тоже интересно, когда были первые отношения, после вот этих вот серьезных пяти лет, из-за чего расходились, и как вы вас приняли разрыв с этой вот самой первой девушкой своей? Дальше. Меня постоянно что-то не устраивало. Так. Постоянно что-то не устраивало вас. И как вы на это реагировали? Это было какое поведение? Проецирующее или интроецирующее? Вообще, если что-то не устраивает вас, то это как бы повод для интроспекции. Это не повод для проекции. повод для проекции здесь есть только в том случае, если вам наносится вред человеку. Сначала все было хорошо, но со временем все не менялось, мы расставались. Вы знаете, вот есть в этом некая поверхностность какая-то что ли, что менялось, почему расставались. Ну, вот, понимаете, да, как в истории с первой девочкой, отношения не развивались. То ли у вас недостаточно развит эмоциональный интеллект, не путайте его, пожалуйста, с классическим интеллектом, он не имеет никакого отношения. Вот. То ли вы просто здесь не хотите рассказывать свою историю. Я вас не понимаю, но информация неполная, и пока видно, что идет некая травматичность в отношениях с мамой, естественная травматичность из-за отсутствия отца. Значит, вероятно, первые наивные отношения в 18 лет, болезненное расставание и, соответственно, потом компенсационное поведение с другими девушками. Вот так пока мне это видеться. Дальше. Значит, полтора года назад я познакомился с очень интересной девушкой на сайте знакомств. Мы долго общались по телефону, было интересно. Почему с девушкой на сайте знакомств познакомились? Алекс, зачем? Как вообще вы пошли на сайте знакомств? Для чего? почему именно этот способ был выбран вами для знакомства с девочкой? Понимаете ли, вы специфику знакомств там, на этих сайтах? И людей, кстати говоря, тоже. Мы долго общались по телефону, было интересно. Интересно в чем? Что общего было между двумя? Что объединяло? Объединяло ли что-то? Не знаю, общие интересы, хобби, увлечения, ценности, дела какие-то. Чем было интересно? Помимо того, что это было что-то новое, как вы говорите, и так далее. Значит, мы встретились, стали общаться вживу, это было прекрасное время, букетно-конфетный 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 что? Период, наверное. Было принято решение жить вместе. Можно вопрос? Вот почему вы принимаете решение жить вместе, но при этом не зовете девочку замуж? Да, замуж. почему? Ага, потом, простите, может быть, она и забеременеет, и вы тоже будете вместе жить с ребенком уже, но без семьи по-прежнему. Если вы не уверены в том, где это ваш человек, ну хорошо, не уверены. Ну, это одно дело, узнайте друг друга побольше. Поживите вместе там по недельке, там по две недели, посмотрите друг друга, поизучайте там друг друга и так далее. Зачем жить вместе, если вы не женитесь? Для женщины на секундочку важно, чтобы она знала, что мужчина ее выбрал. И когда вот такое происходит, давай вместе поживем, ну давай вместе пошли, вместе пошли, женщина хочет, женщина уже чувствует, что она готова стать женой. вы ее замуж не даете, естественно, потому что у вас все есть. Вот почему решение вместе жить принято, а решение создать семью нет. Окей, создание семьи это не обязательно ребенок, но это точно нужно, точно нужно женщины. И возникает вопрос, почему так, чем это было вызвано. Далее, что значит было принято решение жить вместе? Нет, не было принято решение жить вместе. Кто сказал, кто был инициатором и кто как это воспринял. Как вы восприняли начало совместного проживания с девушкой, как она восприняла его? Чего она ожидала от этого? Чего вы ожидали от этого? Были ли у вас раньше попытки жить вместе? Было ли у вас все хорошо? Или нет? Понимаете? Дальше. Сначала все было хорошо, все вновь, но со временем мне стало не хвататься свободы. Вот тоже такой интересный момент. Знаете, вот вы там дальше пишите, что девушки изменяли, девушки ваши изменяли. Интересный момент. Вы говорите, не хватало свободы. Простите, а за свободу кто ответственен, вы или девушка? Что для вас свободно? Понимаете ли вы, что решение жить в мире все это уже определенное как бы не свободно, потому что когда вы живете вместе, вы берете ответственность на человека за себя, даже если вы не женат. Напрот, готовы ли вы к этому? Я именно поэтому и говорю, что не надо спешить с этим совместным проживанием на будущее. Не надо. если вы решаете жить вместе с человеком, то помните, что это ограничение свободы, это ваше обязательство, это ваша ответственность, понимаете, какой бы там девушка ни была. Дальше, девушки изменяли в прибылших отношениях, на что я сказал, что никогда так делать не буду. девушки изменяли в предыдущих отношениях. А почему изменяли? Вот. О том, что изменяли, вы знаете, а почему изменяли, не знаете. Что-то девушку это травмировало, это понятно. Вопрос в том, насколько вы отдаете себе отсчет в том, как сильно это влияет на ее поведение по отношению к вам. Опять же, здесь вот именно взаимодействие, здоровое взаимодействие между мужчиной и женщиной очень важно. У вас этого здорового взаимодействия не было, естественно. Но вот понимаете ли вы, что для девушки это травма, и что для нее это потеря главного желания в безопасности. то, что я изменяю. То есть тут не говорить нужно, что никогда так делать не буду, ибо слова нет, ну слова конечно это слова. Тут нужно действиями подтверждать подобное поведение. То есть если вы никогда не будете изменять, как мы сказали, а девочкой изменяли, и вы ну не готовы с ней вот это все проговаривать, да, то есть не проговаривали с ней это все. И понятно, что самооценка от изменок девушки упала, и упала довольно сильно. А? Вот. Если вы ее, ей эту самооценку не поднимали, до того, как стали жить вместе, до того, как образовали такой союз, то соответственно уже при совместном проживании вам нужно, ну, по крайней мере, адекватное поведение такое, что всеми силами вы не даете ей ни единого повода для ревности. Надо, что девочка боится того, что вы ей измените. И одновременно с этим, одновременно с этим демонстрируете ей, какая она прекрасная и так далее. То есть повышаете ее самооценку, делаете ее значимой для себя. Вот. Так. Значит, понимая, что она никому не верит, я открыл доступ к перепискам, к скайпу, выдал пароль. Ну, здесь на самом деле мне кажется, сказывается ваша модель поведения с мамой. Потому что у мамы, скорее всего, нет личных границ по отношению к вам. И у вас, своих личных границ, тоже нет по отношению к девушке. Вот. Понимаете, то, что вы сделали, вы по сути делали, сказали ей, вот, ты можешь меня контролировать, ты можешь меня, как бы, постоянно за мной следить. То есть, вы не приучили девочку сразу, с первого момента, доверять вашему слову. То есть, мужчина сказал, мужчина так сделал. Зачем вы нарушили сами свои личные границы, позволили ей перейти туда, в эти личные границы, при том, что если это вас тяготит. То есть, ну, позволили это на постоянной основе, да, делать. То есть, как бы, ну, там, открыли скальп, ну, пусть она все время там и как бы находится, да, то есть, вот, соответственно, вы говорите везде, что мы, да, то есть, не я, мы, мы, там, мы, мы, то есть, вы мыслите уже как бы как пар, семейный, или какая-то пар, если вы, например, открыли ей скайп и сами продолжаете общаться, там, с другими девушками, да, и она это видит, то, естественно, при условии того, что она ревнует и ей изменяют, ну, естественно, она будет ревноваться, она будет придираться ко всему, это нормально. И сами, ваше дело, дали ей, ей почву для ревности и повода для ревности. Значит, считалось, что она посмотрит, почитает и успокоится. Вот откуда, откуда у вас было это ожидание? Почему? Вот, знаете, ну, вам было 27 с половиной, с половиной, да, или 28 уже, когда вы начинали, начинали жить вместе, я не знаю, или когда вы скайпа и открывали, ну, почему? Откуда такая наивность? Люди не, не теряют хорошие. Нам, девочке, скайп свой, нарушив для нее свои личные границы, вы расширили ей сознание. и убрав это, или решив убрать, вы тут же вскрываете у нее недоверие. Понимаете? если раньше девочка могла считать, что он не открывает скайп, потому что это, как бы, его личная пространство, и я туда не лезу, это, то теперь она думает так, он мне открыл, значит, я могу все время там находиться, все время там за всем следить, как бы, вот, и, если вдруг он что-то не делает, если вдруг он что-то решил не открывать, значит, там что-то есть, вы сами себе ловушку поставили, может быть, это и правильно, то, что вы открыли ей все, но вопрос в том, как вы себя ведете, как вы пользуетесь этим, тем, что открыли ей, не делали ли вы это себе в ущерб, понимаете? Но получается, что вот, знаете, как, по влюбленности, по страсти, да, что-то сделала, а потом такой, ой, что же я такое сделал, боже мой, то есть, как бы, уже себя обвиняете, то есть, сначала был порыв такое сделать, не думая о последствиях, а потом такой, ой, вот я типа не подумал, да, здесь говорит об осозненности и о том, как часто вы совершаете такие поступки, как часто вы совершаете такие вот действия. Это важно. Так, у меня от этого складывается впечатление, что я нахожусь в клетке. Ну, так правильно, если вы открыли личные границы, то, естественно, вы отчетываете себя в клетке, если вы к этому не готовы. так вопрос, Для чего? Как бы, почему вы думаете, что неверие ее, она никому не верит, это что-то конкретно? Неверие это А, привычка, это постоянное что-то, Б, это внутреннее гормозное. То, что вы сделали, не дали ни первого, ни второго в вашем случае, потому что могло бы дать первое, если бы вас это не тяготило. А, поскольку тяготит, то, значит, и первого тоже не дает. В итоге, то, что вы сделали, что вы сделали, непонятно. Что-то говорит о том, как мы сами понимаем отношения. Опять же, женщину. Так, значит, я нахожусь в клетке, она читает переписку, постоянно находит, чему придраться. Ну, вот, в принципе, вам рекомендация такая простая, да, вместо я говорите мы. Вот. В переписках. И девочка не придрется, не придрется. Ну, а вообще, ваше ощущение, что вы в клетке, его нужно анализировать. Почему вы в клетке? То есть, одно дело, что девочка читает переписки и придирается, это окей. Катя, с чего вы взяли, что она придирается? Да, насколько объективны ее претензии. Как бы, раскрыли переписку, ну, так отвечайте за это. Это мужское поведение. Если я что-то сделал, я за это отвечал. А мы с этим сделали, и ответственности как оказалось, нести не готов. Да? Вот. Значит, как связано то, что вы чувствуете себя в клетке и то, что она придирается к переписке. Где связь? К чему придирается девушка и из-за чего вы чувствуете себя в клетке? Вам не кажется, что это немного разные вещи абсолютно? Ну, то есть, я понимаю, что если вы договариваете с друзьями, да, например, вы куда-то пойдете, девушка видит и говорит, что там будут женщины, например, вы говорите, да, скорее всего, там будут они, эти женщины, и девушка начинает как бы на вас там наезжать. Ну, относиться к этому нужно спокойно, абсолютно спокойно, но ревнует и ревнует, она не доверяет. Но поймите, поймите, что девушка узнала, что ей изменяют там, ну, вот в других отношениях, да, и она узнает и здесь. Поэтому не нужно ей доказывать что-то, если это ваши личные друзья, если это ваше личное времяпровождение, нужно доказывать и защищаться. Вы просто говорите, что я туда иду, дорогая, не волнуйся, все будет хорошо, я тебя никогда не обманывал, например. И все. вы это сделаете раз, вы это сделаете два, девушка покричит, 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 поймет, что как бы толку нет. И все. И успокоится. А то, она все равно ничего сделает, не может. А если вы реагируете, то она думает, ага, если реакциирует, значит, есть из-за чего реагирует. И все. И одно за другое цепляется и понеслась. Так, значит, так, придраться. Хотя, с моей стороны, объективных причин для этого нет. Ну, здесь я бы сказал не с лишней о самонадеянности. Почему вы решили, что объективных причин для этого нет? Как вы вообще можете претендовать на объективность то, что касается вашей жизни? Алекс, ну, давайте хотя бы скажем, что объективно вы можете посмотреть только на других. Но не на свое общение. И уж точно не на близкого вам человека, которым является девочка. И не на свою линию взаимодействия с другими. Поэтому, пожалуйста, вот это давайте мы немножечко как бы переформулируем. Да? С моей субъективной стороны, по моему мнению, в рамках моих представлений причин для ревности нет. Но есть еще и другие представления, правильно? Это представление девушки. каждое такое обсуждение скатывается в крик. Почему? Кто вас заставляет кричать? Ну, окей, кричит девушка. Пусть кричит, это ее как бы право. А вы почему кричите? Вы почему как бы срываетесь сами на крик? Вы почему с девушкой разговариваете ее как бы языком? Вы почему с девушкой общаетесь на ее уровне? Вы мужчина. И как мужчина вам нужно вести себя иначе не скатываться на крик, не скатываться в споры с девушкой, потому что на этом уровне она всегда вас победит. у вас есть другие сильные стороны и этими сильными сторонами нужно пользоваться. Понимаете? В этом случае я не могу хоть как-то конструктивно обсуждать проблемы, почему не можете. Нет, вы не можете, нет такого слова, не могу. Не могу конструктивно обсуждать проблемы, вы не хотите. У вас появляется желание чего-то другого. Либо вас задевает и выводит на конфликт. Но это вопрос. И вопрос довольно важный. Почему так происходит? Я не могу спокойно выносить оскорбление и крик. Почему? Опять же, то, что вы не можете спокойно выносить оскорбление, то, что вы что-то считаете оскорблением, то, что вы крик девушки, которая с вами считаете оскорблением, уже говорит о том, что у вас есть что-то, что вы в себе не понимаете. И стоит девушке это задеть, и все. Может быть, у вас полезная потребность в свободе, и малейшие ограничения заставляют вас чувствовать себя в клетке. но это ваша особенность интерпретации. И опять же, непонятно, как это связано с тем, что вы там, что вы согласились вместе жить или предложили вместе жить. Вот. То есть, нужно разобраться, почему вас раздражают оскорблением. Почему вас это обижают? Из-за чего? Это неуверенность в себе, страх, непринятие в себе, комплексы какие-то может быть. Комплексы, это, кстати, одно из определений комплексов, это ложные понятия, эмоционально подкрепленные ситуации. Вот это, в принципе, решается и развиваются при желании. Так, значит, так, выносите скрепленный крик на правильном адресе и я начинаю скатываться в обиде. И начинаю скатываться в обиде. Это защита. Опять же, от чего защищаете? Понимаете, обида это защита, но это защита, направленная в никуда. Если вас называют дураком, вы обижаетесь. Окей, вы обидели? Но в следующий раз вас опять назовут дураком, может быть, в совсем другом контексте вы опять обидитесь. Логично предположить, чтобы не обижаться, чтобы быть более свободным, ну, и понять, почему вас это задевает. И все. А получается, что вы с девушкой разговариваете, как, ну, два абсолютно равных по существу человека. А это невозможно. Это деструктивно, к сожалению. Потому это, ну, общего языка вы не найдете. таким образом. Мы не разговариваем днями. Опять же, нет, не мы. Но здесь неправильно. Не мы, вы. Вы не разговариваете днями. Это ваша ответственность. Мы это перенос ответственности. Всегда легче сказать мы, чем сказать хеа. Я не разговариваю днями, нам это меня обидело. Ну, и, соответственно, вопрос. А является ли это вот такая модель поведения мужской с вашей позиции, с вашей точки зрения? Если да, окей. Устраивает ли это девушку? А если нет, то что мешает вам следовать такой модели, которую вы считаете приемлемой, достойной, правильной, как только начинаем говорить, опять ссоримся. Нет. Опять, это вы ссоритесь. Это вы не слышите, что волнует другого, что волнует ее. Это не мы, это вы. И так вот вы, скорее всего, неосознанно избегаете ответственности. То есть вас что-то задевает, вы срываетесь крик, вы обижаетесь и вы говорите о том, что девочка как бы в этом виновата. Да? Иначе бы вопрос по-другому стоял бы у вас. Вопрос бы стал так, почему я кричил, почему я обижаюсь, почему я там, например, не могу уносить оскорбление, да? Почему? Такой вопрос вы не задаете. Исходя из этого, я полагаю, что это неосознанно у вас. Дальше. Из-за криков я чувствую себя невиновным, жду извинений. Как крики связаны с невиновностью. Простите, вы в суде, чтобы быть виновным или невиновным, вы уже не все ответственны за то, что девушка ваше кричит. Даже если вы не правы, или даже если вы правы по факту, вы не правы по смыслу. То есть, как бы сказать, в социальном смысле вы, может быть, и правы, да? Ага. В психологическом смысле вы не правы. Потому что девушка кричит. потому что вы не смогли успокоить ее. И как бы это, опять же, ваша реакция. Вы ждете извинений. Извинения это вообще, ну, как бы, вот то, что вы ждете извинений, это болезненная потребность во внимании, которая продиктована, опять же, скорее всего, неуверенностью в себе. Потому что, ну, серьезно, будет ли уверенный в себе мужчина ждать извинений от женщины? Нет. Он понимает, что он где-то не брав, он сам перед ней извинится. И от женщины, для которой слова это ну, совсем не то же самое, что для мужчины, извинения нужно видеть извинения, а не слышать. вам не нужна некая формализация. То есть, ожидание извинений это некая формализация, которая продиктована, опять же, вашей неуверенностью в себе. То есть, да, может быть, там девочка не права в чем-то, но это ее проблема. А говорим-то мы о вас, поэтому, соответственно, я говорю и про вас. Что ждать извинения от девочки, ну, это извините. это как бы если бы вот мама ваша ваша мама, да, на вас накричала, и вы ждете обиженно от нее извинения. Но, опять же, на мой взгляд, сказывается то, что отца у вас не было в жизни. Так, затягивать наши конфликты на гораздо более долгое время, чем могло бы быть. Опять же, вы сами вроде бы понимаете, что конфликты затягиваются из-за того, что вы ждете извинений. Поскольку извинений, скорее всего, вы не получаете ну, в том временном промежутке, когда хотели бы. значит, не надо их ждать. Логично? Или вам важнее принцип, а не отношения, не спокойствие девушки. Вообще, вы не считаете, что затягивание конфликта, то, что вы ждете извинений, это некое состязание с девушкой, соревнование с ней. вы не считаете, что с девушкой соревноваться как-то не очень, как-то неправильно. Соревноваться нужно с мужчинами. Если вы чувствуете себя недостаточно значимым, неуверенным, идите во мне в семье, идите в социальные поля и добивайтесь там всего, что нужно. Работайте психологом. Но не надо заширить девушкой самоотверждаться влезть. Это не совсем правильная модель поведения. Для вас закрою еще раз, у девушки свои проблемы, ее мы не касаемся. Так, из-за этих конфликтов я очень сильно поменялся, на мой взгляд, и перестал ходить куда-либо без своей девушки. Кстати, немного странно. То есть, есть конфликт, вы с девушкой ссоритесь, вы перестали ходить без нее куда-то. Конфликты, по идее, наоборот, вас должны отдалить от нее. Вы, наоборот, ходили куда-то один. Так получается, что вы боитесь теперь, что девушка на вас будет кричать или что, или конфликтов боитесь. Понимаете, что это еще больше заставляет ее чувствовать себя неуверенной в планах, потому что неуверенны вы. Вы представляете, что если вы меняетесь под этими конфликтами, это значит, что вы в некоторой степени внушаемый человек. И девушка интуитивно, даже не осознавая этого, понимает, а ну как вы еще поменяетесь, и станете ей изменять. Кто делает ее инстинкт, правильно, вышищается. так, я перестал куда-либо ходить без девушки. Вы этого хотите сами? Вот если вы живете вместе, как вы это себе представляли все? Социальную жизнь и так далее. как? Дальше. Значит, ибо это вызывает конфликт на основе ревности. Ну, я вам уже сказал, как действовать здесь. Поймите, человек, который ревнует, это человек, которому нужны рамки, людские границы. Если вы эти границы не установите для человека, он так и будет снова и снова, снова и снова, сильнее и сильнее их проверять. Нужны ваши девушки границы. Установите их сами, эти границы, не обидами, не криками, а поведением. Поведением, правильным отношением, спокойствием. Вот так. И все. Не будет ревности. Потому что, ну, объективно, наверное, вам нужно куда-то выбраться в чисто-мужскую компанию. Объективно есть места, куда девушку, например, взять, но не всегда удобно. Объективно, когда нужно собраться быстро, девушка собирается дольше, соответственно, вы идете один. Объективно, это все. И девушке нужно знать, что такие ситуации будут. И что, вы уйдете, и что ничего страшного не будет в этом. Да, она будет обижаться, да, она будет кричать, да, она будет что-то еще делать, но если вы будете выставить себя грамотно, то не будет находить продолжение. Но сколько человек один будет кричать? А сколько оба? У меня нет больше друзей, потому что они меня отдали от будущих семейных отношений. А, отдаляли от будущих семейных отношений. Это по мнению девушки, да, я так понимаю. ну, что могу сказать, хочется у вас не было друзей, потому что мы настоящие друзей, никакая девочка не отдалит, наоборот, друзья придут к вам, нагрянут, неожиданно, к этой девочке подойдут и покажут, какие они друзья, и что они хотят для вас, и скажут, что вот смотри, ну, имя какое-нибудь, да, мы вот Алекс, Алекс, да, Алексей, наверное, Алекс, мы Алекс любим, и мы хотим, чтобы у него все было здорово, да, мы хотим, чтобы у него все было прекрасно, и мы рады, что у него есть, и что если мы куда-то его забираем, ничего плохого как бы не будет, понимаете, ну, но друзья этого не сделали, они отдалились, значит, это были не настоящие друзья, да, это больно признавать, но это так, и вы вместо того, чтобы обратить внимание на одно, как вы выстраиваете контакты с людьми, вместо этого вы ну, наверное, обвиняете девушку в том, что у вас нет друзей больше, вот, сейчас опаска отчет с мамой, потому-то она хочет нас отдалить друг от друга и хочет к себе внимания, а опаска-то здесь в чем? Она хочет отдалить вас от девушки, это ее проблема, она хочет внимания, это ее проблема, как ваша мама влияет на вас, почему она вообще как-то влияет на вас и на ваши отношения, знаете, помимо своей границы личной, должны быть еще границы вашего союза с девушкой, я не знаю, про замущество, как бы вы ни пишете, ничего, да, семью тоже, но я так делаю вывод, что скорее всего вы не женаты, вот, ну и соответственно границы должны быть у мамы, мало чего она хочет, мало что она внимания хочет, пусть ищет где-то еще, пусть ищет где-то в другом месте внимания, почему опрасно, а вы почему позволяете ей на себя влиять, вам не надо общаться с опраской, вам нужно четко показать ее границы, куда она может заходить, куда нет, и все, и если она границы нарушает, реагирует так же, как я вам сказал, когда мы обсуждали ревность с вашей девушкой, ибо и мама, и девушка, это женщина, и женщинами нужно вести себя, как мужчина, а не как женщина, в коммуникационном смысле слова, то есть спорить с ними, и разговаривать на том же уровне, вот, я понимаю, что у меня выходит такая подчиненная и слабая повиция, но я ее люблю и не хочу терять, так, то есть что получается? Вам все это не нравится, но вы ее любите, терять не хотите. Вопрос, а с чего вы должны ее потерять? Девушка вроде не говорит о том, что она от вас уходит, тогда только вы говорите о том, что вас не устраивает. Почему вы сказали, что вы не хотите ее терять? С чего вы должны ее терять? Далее, если вы ее любите, то вы принимаете ее так, какая она есть, но у вас нет меня ее такой, какая она есть. Так, что это? Любовь? Или, может быть, не только любовь, а еще примеси какие-то к любви? А может быть, это не любовь? А может быть, это что-то другое, привязанность, например, или то, что заставляет вас это терпеть, например. Подумайте об этом. Дальше. Хотя я уже не раз собирал вещи, никогда становилось совсем невыносимо. Так, Алекс, то, что вы собирали вещи, это воспринимается как поведение манипуляции. То есть раз вещи забрали, но не ушли, значит манипулировали. Машина, опять же, так как меня не ведет, либо собирает вещи и уходит, это действительно серьезное и после этого уже ничего не будет как прежде. Либо он не собирает вещи. А то, что делаете вы, это, опять же, в некоторой степени похоже на истерику. То есть, да, я понимаю, что она совсем невыносима, но почему? Ведь вы ее любите. вы не хотите терять. Значит, она вам для чего-то нужна. А как проявляется ваша любовь к ней? Как проявляется нежелание ее терять? в том, что вы игнорируете и обижаетесь на нее, не разговариваете с ней? Как? Как проявляется то, что вам невыносимо и почему невыносимо? особенно, если ее подозрения беспочвенные. Она мне говорит, чтобы я вел себя как мужчина, для меня вести себя так. Это означает потерять ее, ибо ни один мужчина не будет такой терпеть в моем понимании мужчину. То есть, вы не мужчина. Вот что я какой вывод я сделал исходя из этого сообщения. Вы не мужчина. Если вы терпите то, что вы считаете, что мужчина терпеть не будет. Значит, ради чего вы это терпите? Ради чего жертвуете своей мущественной стилю? Ради чего? Зачем? И потом, мужчина, если он мужчина, он понимает, что ревнует, значит, любит. И он не будет ревнуть воспринимать как что-то критическое, как вы. Понимаете? Поэтому я боюсь, что понимание мужчины у вас не совсем правильное. У вас понимание мужчины такое, наверное, некое, немножко идеализированное, что мужчина такой, очень такой жесткий, такой сказал, все. В этом есть смысл в лидирующей позиции. но сила принятия не в подавлении, принятие и поглощении негатива. Понимаете? А у вас, естественно, ничего этого нет, потому что вы не уверены в себе. Естественно. Мы ходим по кругу, опять же, не мы, вы. Вы определите для себя, вы мужчина или нет? Если по вашему мнению мужчина не терпит такого отношения, то вы не мужчина и девушка права, говоря вам, что вы не мужчина. Либо вы мужчина и вы являетесь мужчиной со своей девушкой и меняете свое поведение так, как по вашему мнению должен быть мужчина. то есть как бы вот здесь непонятно. То ли вы настолько сильно боитесь девушку потерять, то ли вы просто ищете оправдание для того, чтобы не быть мужчиной. Важное понимание. Потому что это для вас слишком далеко, слишком отдаленно. Чувствую себя ведомым и ничего не решающим. Так как бы вы сами себя на эту позицию поместили. Перестал проявлять инициативу. Но опять же ваша ответственность хотеть чего-то. ваша ответственность. Я вам даже больше скажу. Это признак депрессии. Такого депрессивного состояния. Постоянное подавление. Вопрос только в том, стремились ли вы к этому или это просто слабость. Продиктованное тем, что девушка для вас значат. Дальше. Так. Сейчас для меня главное не сделать так, чтобы сделать так, главное не сделать так, чтобы она не ругалась и была довольна. Вы уверены? Сейчас для меня главное не сделать так, чтобы она не ругалась. Они хотели сделать так, чтобы она не ругалась и была довольна. Предпоследствии ей угодить. Предпоследствии опять же сломать себя. Кому не получается, что не угодить надо. А показывать твердость, ставить границы и с этими границами уже идти к девочке. Чтобы она видела эти границы, чтобы она с ними считалась. Чтобы она видела твердость, уверенность и так далее. сейчас моя девушка говорит о развитии отношений, семьи и детей. Для меня главное нормализовать наши отношения и только потом думать о развитии. Ну, я бы сказал так, что вам нужно самого себя. привести в порядок впервые, потом уже определить вообще это ли девочка вам нужна тому новому Алексу, которому вы будете. И уже потом думать о развитии. Потому это нормализовать наши отношения. Это ну большому счету опять же избегание ответственности. Потому что девушка может быть все устраивает. Девушка может быть и не устраивает что-то вопрос в том что она для этого делает. В любом случае думать о себе. Если не скатываться в журнальные рекомендации какие-то об упражнении враженных союзах, то проблема решается в индивидуальной работе. постепенно. Постепенно. Ее обижает мое нежелание говорить об этом и с этого момента начинается очередной скандал. А как ваша потрясность сделать так, чтобы она не ругалась и была довольна от этого детского поведения, как правильно заметил мой коллега, сочетается с тем, что вы не хотите делать то, что она от вас как бы ждет. Как это значит? Здесь противоречия облидают у вас уже. Вы или делаете все для того, чтобы она довольна была, или не делаете. Да, какой смысл того, что вы написали, какое значение того, что вы написали. непонятно. Если вы знаете, что будет скандал, если вы не поговорите с ней об этом, ну, о том, что ей нужно, то может быть поговорить все-таки тогда? Или как? Хотя бы единую какую-то позицию занять по этому вопросу. Вы ориентированы на желания девушки или ориентированы на свои желания. Определиться нужно. Определитесь вы, и появится определенность у девушки. Займете четкую позицию вы, и появится надежность у девушки. Займете четкую мужскую позицию вы, где будете защищать себя, и девушка увидит, что рядом с ней мужчина. Понимаете? Все взаимосвязано здесь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.